А тем космический к вопросам международной политики в эти минуты в российском МИДе проходит брифинг официального представителя ведомства Марии Захаровой. Вот у нас сейчас есть возможность показать его вам в прямом эфире. Давайте послушаем. Людей, которые превзошли себя, свою собственную боль, обстоятельства жизненные, к ним применяются вот такие вот нечеловеческие меры отстранения их, отдела их жизни. И действительно, вот у такой беды, комплексной, общей, оказалось, что у нее нет границ. И есть люди, которые прочувствовали эту боль как свою. Это наша общая боль, наши россиян, российские граждане. Но теперь мы знаем, что в Белоруссии эту боль тоже прочувствовали как свою. К сожалению, я должна продолжить эту тему. И я не могу не сказать вам о реакции газеты Guardian, которая написала после того, как это было сделано, после того, как на стадионе появился российский флаг. Она написала, опубликовала статью, в которой сказалось, что белорусы подпортили открытие Паралимпиады российским флагом. Дословно, подпортил настроение яркой, шумной и доброжелательной церемонии открытия Паралимпийских игр. Это пишет издание страны, которая считает себя цивилизованной. Это пишут люди, которые полагают себя журналистами. Я понимаю, что сейчас начнутся, видимо, гонения, в том числе и на этого человека. Вы знаете, вот такие статьи и уже позвучавшие заявления о наказании, неизбежности, неотвратимости наказания. Это фашизм настоящий. Вот такой современный, закамуфлированный под что-то очень цивилизованное и якобы относящийся к праву юрисдикции, настоящий фашизм. Это страшно то, что написала Гардиан. И теперь уже возвращаясь к своим полномочиям и функциям официального представителя Министерства иностранных дел, директора Департамента информации и печати, я хочу уже официально пригласить представителей газеты издания Гардиан в Российскую Федерацию для встречи с российскими паралимпийцами. Если вы можете писать такие вещи у себя в теплых, удобных кабинетах, я думаю, у вас должно хватить сил, мужества и совести, если она у вас есть, посмотреть этим людям в глаза. У некоторых, правда, незрячие, но ничего. Мы устроим вам встречу с теми людьми, которым вы можете посмотреть в глаза, если у вас останутся на это силы. Извините за это отступление, но действительно это та вещь, которую я должна была сказать. И возвращаясь к нашему брифингу, начиная его, я начну его с графика министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 13 сентября в Москве глава российского МИДа проведет переговоры с министром иностранных дел Люксембурга, господином Асельбурном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Министры планируют обсудить пути развития двустороннего политического диалога и интенсификации контактов на высшем и высоком уровне. Предполагается, что состоится обмен мнениями по ключевым направлениям двустороннего торгово-экономического, финансового и инвестиционного взаимодействия. Особый фон, предстоящему событию, предстоящему мероприятию, придет отмечающийся в этом году юбилей, 125-летие установления дипломатических отношений между Россией и Люксембургом. По международной повестке дня будут рассмотрены проблемы разрешения, конечно, сирийского конфликта. Наиболее актуальная тема сегодня – перспективы ближневосточного урегулирования. Отдельное внимание будет уделено обстановке на Украине. Также в повестке и вопросы, связанные с взаимодействием России с ЕС, НАТО, ОБСЕ. И, безусловно, проблематика борьбы с международным терроризмом. Это был брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она начала, конечно же, с той темы, которая сейчас волнует россиян и мировое сообщество, как мы теперь уже видим. Но разные отзывы поступают, в том числе и в прессе. Вот только что она прокомментировала заметку Гардиан. Но хотелось бы отметить, что сегодня мы узнали имя паралимпийца белорусской сборной. Это Андрей Фомочкин, который взял на себя эту миссию, пронес флаг Российской Федерации во время церемонии открытия паралимпийских игр в Рио. И, конечно, в словах Марии Захаровой звучала, можно сказать, такая поддержка сборной Беларуси в том числе. Но и также только что она проанонсировала ближайший план встреч, запланированных у министра иностранных дел Российской Федерации. Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета.